Девушки отдыхают Но это не так. Слабые стороны личности не имеют для успеха никакого значения. Никто еще не стал богатым, избавившись от своих недостатков. Успешными вас делают ваши сильные стороны, которые вам нужно просто развить, усилить и использовать по максимуму. Дорога должна строиться на сильных сторонах вашей личности. Развивайте в себе настойчивость, потому что настойчивость – это самый главный фактор достижения успеха. Как без углерода не рождается сталь, точно так же без настойчивости не рождается успех, не рождается успешный человек. Джон Рокфеллер сказал, «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество, столь существенное для любого вида успеха, как настойчивость. Настойчивость – это умение идти к своей цели, не сдаваться, карабкаться, карабкаться наверх. Основа настойчивости – это сила воли. А вот сочетание силы воли и желания – это непреодолимая гремучая смесь. Но если желание разжечь и довести до страсти, оно материализуется. Подавляющее большинство людей, столкнувшись с первыми неудачами, бросают всё. Они останавливаются. Успешные люди не останавливаются ни на первой, ни на второй, ни на десятой неудаче. Они идут до конца. Они никогда не сдаются. А настойчивость – это привычка. И как любую привычку её можно выработать. Успешный человек – это тот, который выработал в себе настойчивость как привычку. Привычку побеждать. Привычка побеждать, наверное, настойчивость и успех – это синонимы. Что такое хронический успех? Это постоянное хроническое достижение своей цели. А хроническое достижение цели – это настойчивость. Для того, чтобы воспитать в себе настойчивость, нужно первое определиться, чего ты хочешь. Нужно чётко знать свою цель. Цель должна быть реальная, цель должна быть представляемая. Её можно распланировать. Цель должна быть абсолютно доступная. Вместе с тем, когда у тебя есть чёткая цель, у тебя должно быть жгучее желание. Потому что человек без желания – это автомобиль без двигателя. Ты должен чётко знать, чего ты хочешь, и страстно этого хотеть. Когда ты об этом думаешь, ты всё равно будешь к этому двигаться. И вот тогда настойчивость превращается в твою привычку. Всё, что нужно делать для того, чтобы быть настойчивым – это никогда не сдаваться. Нужно верить в свою цель, верить в себя, верить в свои силы. Потому что вера – это надёжная точка опоры. Вера – это единственное противоядие от неудач. Потому что если ты упал, споткнулся, если ты ошибся, только вера позволяет тебе снова подняться на ноги. Только вера позволяет тебе встать и двигаться вперёд. Ты должен свято верить в себя, свято верить в свою цель и не предавать её. Ты добьёшься успеха только если веришь, что сможешь. Вера – это самая сильная опора и поддержка. Потому что если ты сам в себя не веришь, кто же тебе поверит. Для того, чтобы достичь чего-то, нужно верить в это. Не стесняйтесь говорить о своих целях. Потому что если вы эту цель озвучили, у вас возникла ответственность. Перед окружающими то, что вы произнесли, вы обязаны соответствовать. Вы обязаны это выполнить. Говорите, вы громко заявляете о своих целях. Во-первых, они у вас формируются. Во-вторых, они закрепляются в вашем сознании и подсознании. И вы говорите об успехе. Вы говорите о своих целях. Не стесняйтесь этого. Не нужно это умалчивать. Развивайте настойчивость и никогда не сдавайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова